И для кого теперь не секрет, что проект Пацанки это просто шоу, игра актеров и режиссерская задумка. Конечно, нельзя отрицать и тот факт, что судьбы многих из девушек реально просто приукрашены. Причем это шоу действительно нужно девушкам, но у каждой из них своя цель, мало связанная с истинным исправлением. И сегодня я расскажу вам, кто и зачем на самом деле пришел на проект. По нашему мнению, естественно, с вами в реках, погнали! В проекте Пацанки 6 сезон участницы проблемные девушки, запутавшиеся по жизни и оказавшиеся в сложных ситуациях. С помощью педагогов школы Леди будут пытаться изменить себя, свои манеры, стиль и взгляды. Каждый из пацанок нужно много сделать и преодолеть немало испытаний, подготовленных для них создателями проекта, чтобы получить шанс жить нормальной жизнью и влиться в социум, который их отвергал. Новый пятый выпуск был посвящен возрождению в девушках женственности. Все испытания на этой неделе были именно об этом. Вообще, испытания шестого сезона поражают своей жестокостью, иногда и вовсе абсурдом. Многие из испытаний вообще непонятны для зрителя. Например, в последнем выпуске девушек одели в свадебные платья и предложили лечь в гроб. А кавалеры, которые ждали пацанок, преподнесли им по похоронному цветку гвоздики. Как выразилась Любовь, Розенберг, российский гештальт-керапевт, эксперт в шоу на федеральных телеканалах и психолог в шоу Пацанки, это очень метафоричное испытание. Метафора весьма странная, да и вообще упор в пацанках в шестом сезоне направлен на похороны. При этом, к таким испытаниям психологически девушек и не готовил никто. Были на этой неделе интересные испытания, девушки проходили урок мейкапа, были отправлены в клинику косметологии к пластическому хирургу, который оказался фотографом, и учил девушек принимать свои недостатки. С этим испытанием не справилась Маха. Девушка отказалась фотографироваться вообще, так как фотограф посмеялся над ее недостатками. Хотя вообще это не особо и странно, ведь мы уже заметили тенденцию сценария Махи. В одном выпуске она ведет себя хорошо, будто исправляется, а в другом снова плохо. Так сказать, держит зрителя в непонимании, останется она или нет. Кстати, зачем же пришла на проект Маха? Мария агрессивная спортсменка или Маха-рукопаха, называет себя главной проблемой своего города. Особенно, когда выпьет. В детстве, когда Маша была маленькой, над ней издевались друзья ее брата. Девушка не может забыть об этом. Чтобы защитить себя от мужчин, Маша намеренно убивает в себе все женское. Пришла на проект, чтобы ей помогли справиться с проблемами. В чем же заключается убийство всего женского в Махе? По факту, кроме того, что она дерется, ничего мужского в ней нет. Маха рассказывала о том, как любит готовить, о том, что у нее были молодые люди, с которыми она встречалась. При этом в инсте девушка выкладывала вполне себе женственные фотографии. Плюсом ко всему, уж извините, но неженственным девушкам не свойственно ходить с такими длинными и ухоженными волосами. Вы скажете, все это мои домыслы? Я не знаю правду. Но как вы отнеслись к тому, что в пятом выпуске, когда девушка была в свадебном платье, ее поднял на руки жених, и они крутились и веселились? Но как так, если Маша якобы не подпускает к себе никого и не считает себя женственной? Более того, пацанка не так проста, как кажется. Девушка еще до пацанок вела активную жизнь в интернете. Маха не просто спортсменка, которая имеет в этом успех, но и постоянно пробует себя в различных программах. Мария начала сниматься в выпусках спортивного ютуб-канала «Раз на раз», в котором блогеры устраивают силовые состязания. Несмотря на то, что девушка часто устраивала спарринг с другими спортсменками, никакой агрессии к соперницам не проявляла. В большинстве выпусков она появлялась с мейкапом, много смеялась и обнималась с другими участницами. Многие знают Маху как приятного, доброго и отзывчивого человека, а вот поведение на пацанках ее знакомых и фанатов слегка удивило. Также Мария ведет свой канал про фитнес. Так что Мария, очевидно, пришла на проект за хайпом, но девушка такая не одна. Не менее популярная участница пацанок Даша Громова. На проект девушка пришла, чтобы закончить асоциальный образ жизни. У девушки проблемы с наркотиками и законом. Дашу называют копией модели Кары де Левинь. Она мечтает быть моделью. На денежный приз, который она может выиграть в пацанках, девушка планирует открыть собственное дело и начать путешествовать. Девушка никогда не была за границей. Может быть Даша рассказала свою биографию, которую писала пару лет назад? Ведь сейчас у Дарьи карьера модели. У нее есть даже дополнительный аккаунт в инстаграме, который используется исключительно для работы. Как можно заметить на всех испытаниях, где девушку фотографируют, снимки получаются так, словно до самокара де Левинь сошла с ВОК. Вполне понятно, для чего же на самом деле пришла девушка. Вы скажете, опять напридумывала, у нее реальные проблемы с алкоголем и наркотиками. Верно, зависимости у нее точно настоящие. Но только вот избавляться от них она не спешит. В испытаниях, где девушек приглашали на свидание, Дарья выпила вина, после выпила его в стриптиз-клубе. Вот и делайте выводы. Очень много вопросов после пятого выпуска возникло Кристине Желточенко. Поклонники шоу просто не понимают, что она делает на программе, какие у нее проблемы, что с ней вообще не так. Но, похоже, и Крис пришла за хайпом. Сейчас объясню, в чем дело. Крис хорошо общается с Петрухой. Напомним, Петруха и Анастасия Петрова участница пятого сезона «Пацанок». В 20-м году она прошла кастинг в реалити-шоу «Пацанки. Пятый сезон» на канале «Пятница». При этом она стала первой, утвержденной организаторами проекта участницей. А Петруха, в свою очередь, подруга Изольды Никифоровой. Как вы могли вспомнить, Изольда полуфиналистка «Пацанок» в четвертом сезоне. Птички напели, что Крис вообще попала в «Пацанки» только благодаря своему знакомству с Петрухой. Но что касается того, для чего и это, нам пока неизвестно. Ведь девушка не особо развивает ТикТок или другие соцсети. Еще одна участница пребывания на проекте, которая непонятна, дочь Птахи Николь Нурива. В сети искренне не понимают, для чего Николь все еще держит на шоу. Пользователь возмущенно пишет, ага, конечно, ее держит, просто потому что она дочь Птахи. Вот таким всегда дорога открыта, а обычным людям нет. И зачем что-то делать, если все равно Николь тянуть будут? Дочь Птахи сидит ножками, болтает, хайп на деле не видно, не слышно. Почему дочь Птахи позволяет говорить про Лауриту, что ей нужна только помощь психолога? Хотя у самой такие проблемы, которые в принципе можно решать вне проекта. Проблемы с отцом и с лишним весом не решаются на подсанках. Возможно, Николь пришла на проект, чтобы пропиарить своего ранее знаменитого папу. Ведь сейчас рэпера Птаху давно забыли. В любом случае бытует мнение, что в следующем выпуске как раз таки вылетит Николь. Ведь именно в шестом выпуске будет проведен родительский день. Вся сопливая история с папой и Николь закончится. А преподы школы леди скажут, ну Николь, теперь у вас нет проблем. Как и в выпуске 5 сказали Лаурите. Да-да, в этом выпуске проект покинула именно она. Кстати, девушка не была особенно расстроена. И сейчас, похоже, ее жизнь налаживается, ведь у нее появился парень. Кто еще пришел за хайпом? Вы будете удивлены, но это наша зажигалочка с венгалами под глазами. Настя Натачи. Девушка работает тренером по танцам. Помимо этого она еще и модель. Она довольна своей должностью и считает, что является самой крутой телкой Москвы. Несмотря на свой активный образ жизни, у Насти есть проблемы с алкоголем, она употребляет наркотики. Ее основным развлечением является проведение досуга в ночных клубах Москвы, где она отрывается по полной и разводит мужчин на деньги, что также приносит ей дополнительный доход. Также мне удалось узнать, что Настя или Наташа, настоящее имя девушки, еще и телеведущая, очевидно, для чего же ей нужен проект. Поразила всех в пятом выпуске Татьяна Коширина. Танк открылась всем совершенно с другой стороны. 25-летняя Татьяна Коширина, известная в узких кругах спортсменка, участница чемпионата Европы по вольной борьбе, родом из Новокузнецка. Она ненавидит окружающий мир из-за мнения о том, что Таню все хотят обидеть и причинить боль. Телешоу должно помочь девушке поменять свой характер, научиться доверять окружающему миру и избавиться от агрессии. Итоговый результат зависит от самой девушки, и похожий результат у девушки есть. Танк на этой неделе получила белую ленту школы леди. Все испытания Танк прошла с большим успехом. Она не дралась, не агрессировала, почти не материлась, вела себя в общем совсем не так, как обычно. Танчику удалось с успехом пройти испытание у пластического хирурга, который оказался фотографом и получить классные снимки. Также с совершенно колоссальным успехом девушка прошла испытание со свиданием. Таня смущалась, мило общалась с мужчиной, разрешила даже взять себя за руку и поцеловать в щеку. Позже Татьяна призналась, что молодой человек был ей симпатичен. Звучит это все прекрасно, но всегда есть это но. С чего вдруг Татьяне стали нравиться мужчины? Ведь всем нам известно, что пацанке гораздо комфортнее с девушками. Мало того, отношения, которые у нее были именно с девушкой. Что это? Очередной сценарий или же Татьяна бисексуалка на самом деле? В любом случае в сети все пишут, что именно Татьяна главная номинантка на победу. Притом в главные соперники ей записали Дарью Громову. Неужели режиссеры пацана хотят продвинуть Дарью, чтобы впоследствии она стала супер известной моделью? А успехом девушки будут делать себе рекламу? Совсем скоро мы об этом узнаем. Но на сегодня у меня все. Как вы считаете, кто из девушек на самом деле достойно статься на проекте? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!